Ну что ж, здравствуйте! Всех приветствую, уважаемые болельщики! Добро пожаловать в наш прямой эфир! Мы снова здесь сегодня с вами собрались, и не зря! Сегодня у нас в гостях будет новичок, который сидит дома и никуда не выходит. Ну а так ли это на самом деле, мы, конечно, узнаем у него совсем скоро. Итак, пока интервью не началось, я с удовольствием отвечу на какие-то ваши вопросы, которые вам захотелось вдруг задать. И если это в моих силах, то я с удовольствием это сделаю. Ну а пока вы формируете свои вопросы, я всех приветствую еще раз, только подключился только что. Задам-ка я вам каверзный вопрос один. Итак, как вы думаете, уважаемые болельщики, сегодня у нас в гостях будет Илья Визнович или Илья Визнович? Ваши варианты и аргументы в вашу пользу присылайте к нам в эфир. Посмотрим, кто в итоге угадает. Итак, пока вы формируете как раз эти сообщения, я вам вкратце расскажу о тех новостях, которые у нас сейчас в Тане команды есть и что вас, скорее всего, заинтересует. Восстанавливается после травмы Даниил Пенчиков и я думаю, что именно эта пауза ему пошла на пользу, потому что у него была серьезная травма. И, как мне сообщил доктор нашей команды, после карантина он должен присоединиться к клубу и уже будет все в порядке. Начнем подготовку полноценную. Защитник Сергей Бугреев уже тоже вернется скоро в строй. И у него, напомню, был перелом малоберцовой кости. Также уже готовится будет полноценно к сезону, к возобновлению сезона, надеюсь. Ну и Олег Шалаев, с которым эфир вы недавно буквально видели здесь, он после операции перенес его не так давно, поэтому буквально через недельки-две он только начнет подготовку и уже, как мне сказали, начнет нагружаться. Поэтому мы его ждем. Что же касается всех остальных игроков, то они все здоровы, рвутся в бой, передают вам привет, безусловно. И будут готовы, когда карантин наконец-то пройдет. Итак, я вижу, что в основном ваши варианты с ударением на букву О. Есть ли кто-нибудь, кто считает, что на букву И, так сказать, белорусская вариация фамилии? Или даже нет, наверное, сербская, потому что Визнович это более белорусский вариант. А Визнович, наверное, какой-то хорватский. Итак, я еще раз приветствую всех, кто присоединился. Нас 47 человек, уже 49. Всем привет еще раз, привет, привет. И я думаю, что как раз настало то самое время, когда мы будем, так сказать, присоединять к нам нашего сегодняшнего гостя. Ну что ж, вот и все. Вот и уже Илья Визнович с нами. Да, кстати, я практически, практически подсказал. Мы ожидаем, что он сейчас присоединится к нам. Наконец-то все у нас случилось. Илья, привет. Всем привет. Ну, симпатяшка. Я смотрю, что на тебе никак не сказывается сидение дома. Ты выглядишь весело, беззаботно, можно сказать, свежо. Расскажи, пожалуйста, а все-таки для тебя самоизоляция это тяжелое испытание или нет? Ну, если честно, то да. Знаете, мы недавно только прошли сборы. Как бы когда в отпуск уходишь, ты радуешься. А сборы прошли и готовили к сезону. И получается, тут такие вот выходные выпали, карантинные. И из-за этого как бы то, что не очень все хотели эти выходные, можно сказать. И сложно проводить время дома, тренируясь, поддерживая форму самому, когда ты готовился к разгару чемпионата. И как бы очень сложно. Скажи, пожалуйста, как тебе удается форму поддерживать дома? Статика и пробежки вокруг дома. Иногда собираемся, ну, так вот, выходим в коробку здесь, футбольчик погонять. Все, больше ничего не делаем. А полицейские не ходят вас погонять? За то, что вы гоняете? Ну, бегать быстро-то умеем. Если что, я думаю, и бежим. Посоветуй пару каких-то простых упражнений, которые тебе помогают держать себя в форме. Может быть, ты нам покажешь даже какое-нибудь упражнение, свое любимое? Да, показывать будет неудобно, я думаю. Ну, планка, статика на руках, когда так стоишь. Ну, это основное упражнение, которое я каждый день делаю. Отжимания и пресс. А сколько минут ты стоишь на планке? Три серии по 40 секунд. Три серии по 40 секунд. Отжимания сколько у тебя? Ну, по 30, так же три серии. Неплохо, неплохо. Так, ну, пресс мы твой все видели в Инстаграме, к тебе ходили. Я так понимаю, что это твоя основная достопримечательность. Как пресс, сколько нужно делать, какие упражнения применяешь? Ну, пресс, подъем туловища сначала, ног, потом также планки боковые, как бы тоже на пресс это работает. Потом, ну, как, показать было бы удобнее, конечно. Ну, я делаю в основном по 50 раз где-то, вот так вот, в серии 3. Дожения, можно сказать. Тут твоя болельщица, видимо, персональная Кочетова, спрашивает. Пусть еще раз покажет. Покажи пресс. Не, не буду. Видимо, пока не в форме. Пока не в форме. Я прошу вас обратиться к его Инстаграму. Там, благо, есть на что посмотреть. Просто полистайте, увидите. Там почти на каждой второй фотографии Илья по торс, значит, обнажен. И его брат еще, я так понимаю. Илья, ну, я задавал вопрос перед самым началом нашего прямого эфира о том, на какой все-таки слог падает ударение в твоей фамилии. Потому что я слышал, как к тебе обращались и Визнович, и Визнович. Я сам на стадионе тебя объявлял как Визнович. И, если честно, когда объявлял, я испугался. А правильно ли я делаю? Не, правильно. Как раз-таки, наоборот, в команде все путают Визнович. Но сейчас уже в основном все просто на Погоняло перешли Виза. А так моя фамилия Визнович. На О ударение. Ну что ж, теперь ты открыл для нас всю тайну. Мы теперь будем правильно произносить твою фамилию. У тебя Погоняло говоришь Виза. Да. Ну это было еще с начала Академии, когда к Коноплевому попали. И чтобы ни Илья, ни Визнович, мы придумали клички. И мне вот выпала Виза. Только Виза не как Сбербанк или Мастеркард, а просто Виза через Э. Все понятно. Хорошо, пусть будет так. Я же хотел пошутить по поводу Мастеркарда. Считаешь ли ты конкурентом своей Мастеркарда? Ну ладно. Давай вспомним, в принципе, твой дебют за нашу команду. Я думаю, что был неплохим. Первый матч мы, ладно, забудем. Там было поражение 0-3 от Химок. Но вот домашний матч ты начал очень хорошо. И первый свой мяч ты забил, напомню, болельщикам незадолго до перерыва. Илья головой отправил мяч в ворота Краснодара 2. Расскажи про тот гол. Насколько было легко отклеиться от защитника? И почему вообще так произошло, что он оказался достаточно пассивным в этой ситуации? Ну, я даже не знаю, почему он оказался пассивным. Ну, а так, то, что я всегда как бы на угловые хожу. Потому что, я не знаю, как будто у меня есть эта чуйка, или как ее называют у нас. То, что мяч окажется в той или иной зоне. И как бы на сборах получалось часто. Я и на сборах головой забил. Два как бы тоже головой. И просто пришел на угловой. Понимал то, что надо выигрывать. Мы дома, болельщики гонят. Как бы получилось так, что мяч прилетел туда, куда я побежал. Оставалось только подставить голову и направить в ворота мяч. Илья, ты всегда был нападающим? Или твой путь к нападению был тернист и через защиту начинался? Или вратаря, может быть, играл? Нет, через защиту никогда не начинал. Играл в полузащите, в центре. Как бы опорника, можно сказать. Потом перешел на фланг. Направо, налево, без разницы. Также я в академии. Потом в КФК прошел к ранним нападающим. Потом также попал в дубль. В основе крылья советов. Также играл справа и вот так вот играл справа, слева. Потом в луче меня поставили в центр нападения попробовать. Так что мне очень удобно и в центре нападения играть. Может, даже немного поудобнее, чем с фланга. Вот еще было несколько эпизодов с твоим участием в матче. Ты в одном из эпизодов обошел двух защитников и не отдал пас на Пашу Долгова. В одном из эпизодов бил поворотом, не дав тоже пас никому. Скажи, пожалуйста, честно, ты жадина? Нет, ты жадина. Как раз-таки наоборот. За мной такого никогда не замечалось. Если человек выгоднее, я всегда покачу. Просто тогда такой момент был, что бежал, мяч чисто, голова была опущена чисто вниз. Обыграл первого, второго. Получилось так, что голову не поднял, не посмотрел, кто открыт, кто не открыт. Видел только мяч и примерно понимал, где находятся ворота. И из-за этого бил, как бы попало вратаря. Но если бы забил, никто бы ничего и не говорил. Однозначно. У нас просто есть один жадина в команде. Ну, как бы это, конечно, не погоняло его. Просто вот со стороны это видно. Это Максим Казанков. Я хотел спросить, вы на тренировках друг у друга мяч не отбираете? Нет, не отбираем. Наоборот, как раз-таки на тренировках мы нормально друг друга чувствуем. А как я пришел в команду, я с ним живу на сборах, на выездах. Мы поселились вместе. Он мне помог побыстрее адаптироваться. И мы хорошо нашли общий язык. А как вообще помогает адаптироваться? Он подсказывал тебе, с кем общаться, с кем нет? Или с кем о чем поговорить? Ну, нет, конечно. Когда человек приходит в команду, и у него нет знакомых людей вообще в команде. Если я, например, так приходил в Луч, у меня там тоже не было знакомых. Также в Томск приходил. Я примерно знал пацанов, то, что с кем в сборной выступал. Но так мы никогда близко не общались. Мы в сборной увиделись, перекинулись пару словами и также разъезжались по своим клубам. А так он просто поддерживал в коллективе. Где-то подбадривал, где-то подсказывал. Все-таки опытный, постарший. Таких много, если честно, здесь в команде. Тот же Олег Шалаев также мне помог адаптироваться. А он еще и из Самары. Я как бы не знал, что он из Самары. Мы еще и из одного города, можно сказать. Ну, он как раз спрашивает у нас, как взаимоотношения в новой команде. Я так понимаю, что взаимоотношения у тебя выстроились нормальные, рабочие со всеми. Может быть, с кем-то подружился поближе. Ну, я хорошо дружу со всеми, как бы. Но так, больше с кем общаюсь, наверное, это Димка Плетнев, Максим Казанков, Олег Шалаев, Виталий Каленкович. Ну, так вот, как бы, с кем больше общаюсь. Кстати, вот хороший вопрос. Поступил. Что ты думаешь о ситуации с Лучом? Ведь тебе не чужая эта команда. Не чужая, конечно, команда. Но я думаю, то, что, как уже там написали, то, что они обанкротились, по-моему, если я не ошибаюсь. Я думаю, то, что там футбола не будет, потому что там и губернатор. Ну, не буду так говорить, что не знаю. Но я думаю, то, что там не любят футбол губернатор. Там любят его очень болельщики, любят все, кто связан с футболом. Но губернатор и кто выше стоящий, я думаю, не любят его. Иначе бы не было такой проблемы. То, что в том году уже мы тоже собрались в Луч. Я летел на сборы. 8 февраля я улетел только на сборы. У меня было три месяца почти отдыха, потому что мы не могли вылететь из-за финансов. Не было денег. Ну, а сейчас ты с кем-то общаешься из футболиста в Луче? Оттуда почти все разошлись, вот с кем я там общался в команде. Почти все сейчас находятся либо в разных командах, либо по домам. Так, я больше ни с кем там не общаюсь сейчас. Однако грустная ситуация. Ну да. Можно я тебя верну на несколько лет назад, в начало твоей карьеры. Ты вырос в городе Тольятти, насколько я понимаю. Родился там. И там начинал свой путь. А затем ты оказался в крыльях Совета. Да. Ну, оставался ты в крыльях Совета в довольно продолжительное время. Однако не слишком результативно. Почему? Хотя у тебя чуйка есть. Чего не хватало? Я думаю, не хватало то, что... Меня отвлекало то, что я, ну, как бы дома. Потом отвлекало то, что... У меня часто были травмы там. Поначалу-то я пришел, у меня вообще все хорошо там складывалось. Получается, в первый год я за дубль. Там сколько у меня было? 16 матчей, что ли? 10 уголов у меня было за дубль. Это довольно-таки хороший результат. Потом вот у меня пошли... Там был тренер Франк Веркаутом. Вот он хорошо меня вот потянул. Меня верил. И он меня к основе потянул. Все вот как бы... Я с ними тренировался, в заявки попадал. Но все равно то, что мне было 17 лет, мало доверяли в основе игрового времени. Ну, все равно везде всегда был с командой и прогрессировал, я считаю. Потом пошло то, что тренера начали меняться. У меня пневмония. На три месяца в больнице. После пневмонии вышел у меня сразу. После... На сборы мы поехали. Меддинск порвал их. Еще три месяца пропустил. Потом пришел другой тренер. Я, получается, одного тренера вообще пропустил. Он не любит молодых. Ну, как это знаете, во многих командах есть. Молодым мало доверяют. И не любят. И я решил то, что надо уходить в аренду, чтобы получать игровую практику. Потому что дубль. Ты тоже читаешь вопросы? Да. Где ты заболел? Видимо, пневмония – это как раз искаженный коронавирус. Где ты его подхватил? Ты бегал? Ну, ты с полу-дорсом бегал? Да. Пневмония заболела. Там мы на Кубок Фанелл. Ой, на Кубок Фанелл. На Кубок России. Одну шестнадцатую поехали играть с шинником. И получается, то, что мне забыли вторую майку. А был сильный ливень. И как бы там чуть ли не снег шел. А мне забыли майку и поддевку. Второе белье. И я, получается... Они думали, то, что я проведу тайм. Выйду на замену. А я всю игру провел. И мы вышли в перерыве. Получается, все переодели сухие. А я опять в этом мокроме. И после этого матча слег. Поехал в сборную, кстати. Как раз вот с хитагом жил, который сейчас написал, где-то заболел. И в сборной провалялся, как приехал на сборы. Это был отборочный Евро. Как раз важный такой турнир. И я там провалялся. Сколько дней? Пять. И меня отправили назад. Потому что температуру не могли сбить. Тридцать восемь была. И это пневмония. Так. Тут еще был один вопрос. Как у тебя с личной жизнью? С личной жизнью? Это все полечица спрашивала, которая пресс хотела бы смотреть. Видимо, она приценивается. С личной жизнью нормально. Есть девушка. Пока не женаты. Но есть девушка. С кем я довольно-таки давно. Илья, ну в принципе, пока я исправляю ситуацию. У меня тут звук почему-то куда-то пропал. Ты можешь отвечать на вопросы. Допустим, вот твой любимый европейский клуб. Или как тебе Томск? Томск. Мне понравился, честно. Хороший город. Вообще все зависит от команды. Когда команда мне нравится, тогда и город вообще идет вслед за ним. Потому что хороший. Команда мне очень нравится. Я чувствую себя здесь как в своей тарелке. Так что Томск сразу идет автоматом. Потому что город хороший. Твой лучший гол, который в карьере был. Лучший гол. Наверное, за луч. Когда я забил авангарду Курску. 2-2. Попросит тебя передать привет в Асино. Асино это город такой у нас есть. Недалеко от Томска. Относительно находится. Километр Кистан. Привет передаю. Да, да. У меня несколько вопросов еще к тебе. Скажи, пожалуйста. Вот тебе всего 22 года. Ты совсем еще молодой мальчишка. И это уже не первый твой профессиональный клуб. И так случилось, что судьба тебя раскидывала по разным сторонам нашей необъятной родины. И от Владивостока до Самары. И в Томске ты побывал сейчас. Тяжело ли это молодому футболисту переезжать в столь юном возрасте в далекий клуб? Да, ко всему привыкаешь. Когда ты начинаешь футболом заниматься в 7 лет. И тебя уже отрывают 8-9 лет на сборы условно. Просто мне это в кайф. Мне это нравится. Я, наоборот, даже люблю, кажется, путешествовать. И вот так вот за разные города выступать. Ну, и с другой стороны, 22 года, я думаю, это уже тот возраст, что уже не мальчишка. Я уже не юный. Я думаю, как раз пик карьеры идет 22-26. Скажи, пожалуйста, о родителе. Родители за тобой следуют? Или они где сейчас находятся? Где живут? Нет, родители в Тольяте живут. Отец у меня, кстати, он видел, присоединился. Он ярый. Мой болельщик. Болеет за все клубы, где я играю. Ну что ж, очень приятно. Очень приятно. Пусть за тобой наблюдают. Ну вот, я смотрю, у нас присоединился и Николай Калинский, и Ислам Нурабдулав тоже здесь с нами. Ребята, всем привет, мы вас помним. Скажи, пожалуйста, а вот ты вообще самостоятельный или все-таки нужно, чтобы кто-то тебя держал в ежовых рукавицах? Например, мама звонила периодически, каждый вечер спрашивала, как ты покушал, что ты ел. Где ты был сегодня? Да нет, если честно, я самостоятельный. Но мамка все равно, как вы знаете, мамка все равно всегда переживает, чтобы накормленным было или еще что-то. Всегда мы созваниваемся с мамой. Вечером она там спрашивает, какие день провела. С отцом уже чуть более как-то по-другому у нас складывается. Мы созваниваемся не каждый день, но созваниваемся раза 3-4 в неделю, как дела, как тренировки, получает или все. В основном так. А так я считаю, что я самостоятельный, потому что я уже с 18 лет оторван от них сам, сам по себе. Я сегодня перед началом нашего разговора изучал... Ислам Нур Абдулавов пишет «Том чемпион». Ислам Нур, грех не согласиться, полностью с тобой согласен. Асина чемпион, согласен тоже. Итак, среди твоих друзей сегодня в социальных сетях я увидел Большунова Данилу, Стаса Крапухина и Павла Кудряшова. Ладно, если с последним я представляю, что вы где-то, по-моему, вместе играли в одной команде в Пыльях, тогда он на некоторое время уходил туда, то откуда ты знаком с остальными людьми, которые далеко не лишние в нашей команде и они очень близки нам? Ну, Большунов, он же в Академии Коноплёва был, он на год старше был, занимался, получается, в седьмом году. И он сам в Тольятти жил, прям, кстати, недалеко от меня, он в пятнадцатом, если не ошибаюсь, жил там квартали, у нас там по кварталам, типа. Второй кто вы сказали еще? Был Крапухин. Крапухин. Ну, это который, мы в сборной с ним были же вместе, его же тоже вызывали и Гранаткина, получается, мы как бы играли вместе. Ну, а с Пашей Кудряшовым, я так понимаю, вы в Крыльях? А вот еще один любопытный контакт, который, ну, едва заметно в твоем списке друзей значится, Федор Чалов, нападающий ЦСКА. Как вы с ним познакомились? Так же, в сборной с Федором Чаловым, получается. Мы тогда были, когда собирались еще по юношам, мы очень хорошо там все общались, как бы, дружили вместе. И из-за этого вот так вот и появились контакты. Как-то потом общались в ВК, там, ну, переписывались, там, поздравляли с днём рождения друг друга. Ну, сейчас такого общения уже нет, конечно. Ну, я, кстати, спешу тебе напомнить о том, что сегодня у него день рождения, и сегодня ему исполнилось 22 года, поэтому не забудь поздравить своего друга с днём рождения. Мы, кстати, пользуясь случаем, поздравляем Федора Чалова. Не знаю, посмотрит ли он эфир, или ему кто-то передаст. Ну, передай ты тогда, если сможешь. Ладно. Илья, скажи, пожалуйста, из каких-то футбольных звезд, вот потому что Чалов, на самом деле, для уровня чемпионата России, наверное, один из таких звездных игроков, пусть и потенциально, но тем не менее. Кого ты знаешь ещё лично? Кому ты руку жал? Похвастайся нам. Не, ну, много таких. Например, Корниленко Сергей. Ну, я считаю, топ. Александр Глеб, который в Барселоне был, перешёл после Барселоны в Крылья. Тоже, вообще, неимоверный человек, ещё сумасшедшая техника у него. Потом, кого ещё? Ну, так много было, когда я в Крылья пришёл, тогда много таких игроков было. Тот же Андрей Тихонов, например, только в роли тренером он был. Потом, если брать с других, с кем я знаю, так жали руки, ну, Глушаков, например, Денисов, Игорь. Много таких, честно. Так даже всех сразу не вспомнишь. Скажи, а Александр Глеб никогда на тренировках не говорил, а вот мы так в Барселоне не делали? Или в Арсенале? Нет, он рассказывал свои байки, травил, конечно, например, как у них там в квадрат можно зайти и не выйти. Рассказывал то, что, ну, Месси тогда, говорит, молодой был и, говорит, он вообще не работал. Ну, когда мяч ему попадал, он сделал всё. Гол или передачу организовывался, да. Он, говорит, а так, просто это талантище, говорит. Да и когда он пришёл к нам, получается, в крылья, у нас тогда премьер-лига была. И вот, честно, верить и нет, в него в радиусе двух метров даёшь, он любой мяч примет. Просто если на силу, как хочешь, даёшь, в радиусе вот так вот, два метра, получается, он всё принимает. Ну что ж, это, конечно, уровень, безусловно. Александр Глеб запомнился всем, причём, даже учитывая то, что он не был нашим игроком, за ним наблюдали и переживали постоянно. Потому что все ассоциировали его с постсоверским пространством, как-то вот были близки. Вопрос был от болельщиков, я видел, он давно прошёл, и я его запомнил, и, конечно, он важен для нас. Как получилось? Шинник тебя отправил в аренду? Или ты перешёл в аренду? Нет, я сам просился. Потому что последнюю часть, ну, последнюю часть круга первого я провёл на замене. И как бы выходил просто там на минут 15-20. И я понимал то, что сейчас как проведёшь, в общем-то, сборы, так и как бы начнёшь чемпионат. Но у меня там не было статистики, и я хотел что-то поменять, как-то обстановку сменить. Наверное. И вот появилось предложение. Он сказал, типа, то, что хочет видеть в команде. Я с радостью как бы пошёл сразу разговаривать со своими тренерами Шинника. Проситься. Ну, получилось только на четвёртый раз. Отпроситься, конечно. А мне вот любопытно. Я, например, ну, я как обыватель, да, как обычный болельщик, который смотрит по телевизору футбол, но я не вижу, что, допустим, нападающие в Шиннике намного на голову сильнее тебя. Скажи, пожалуйста, можно ли это назвать тренерской ошибкой, что двум, фактически, допустим, из двух одинаковых нападающих или один другого там не слабее, одному дают играть, а другому нет? Ну, такое бывает, но просто я... Нет, туда я лезть не хочу, правда. Такое бывает во многих командах, но если на тот момент получалось то, что играл не я, а другой, значит, на тот момент он был сильнее меня. Просто из-за этого. У меня не было статистики, а статистика для нападающего – всё. Нету её, тебя и нету на поле. И из-за этого, чисто из-за этого я перешёл. Спасибо. Не испугался сибирских морозов? И вообще, в принципе, тех условий, которые предлагает тебе Томск? Потому что Томск, в принципе, специфичный относительно город футбольный, и у нас история была и взлёток, и падений, и очень сложных финансовых каких-то обстоятельств. Но я так понимаю, что ФНЛ сейчас у всех так примерно. У кого-то лучше, у кого-то хуже. Не боялся? Да нет, как можно Томск пугать, когда ты в Луче поиграл? После этих полётов. Это же вообще… В Томск ехал, понимал то, что здесь всё хорошо, команда хорошая. Я собралась… Так, по фамилиям, когда я ещё смотрел. В принципе, они тогда и в стыках играли. Вообще, это замечательный сезон, я считаю, был великолепный. Ну, и в Томск вообще всегда команда была крепкая, и мне нравилось то, что здесь больше такой футбол быстрый идёт. Не то, что здесь позиционно встали, катаем, а здесь как бы тык-тык-тык-тык, и в атаку убежали. Мне это вообще по душе. Тыки-тыки-така у нас, мы про практикуем. Да, тыки-така. Да, только тыки-така. Скажи, вот на сборах ты был в очень хорошей форме, ты много забивал, пришёл сюда, забил ещё мяч во второй своей игре. Можно ли сказать, что ты нашёл свою команду? В какой-то мере, мне кажется, это можно так сказать, потому что я уже, как говорил, повторяюсь ещё раз, то, что я чувствую себя здесь как в своей тарелке, и мне очень нравится здесь взаимоотношения с партнёрами и взаимоотношения с тренерами, и как я себя веду на поле и выгляжу как на поле. Так что будем работать, продолжать, и ещё не раз порадуем своих болельщиков. Какая атмосфера, на каком стадионе тебе больше всего понравилась твоя карьера? Потому что ты играл-то везде. По России, я имею в виду, и поездил. Ну, мне понравилось, когда мы с Ротером играли в Волгоград, тогда собралось 35 тысяч, что ли, 34. Это мы ещё с Шинником играли, мне понравилось тогда. И, наверное, Саранск. Из-за стадионов? Или всё-таки атмосфера именно за счёт болельщиков, которые приходят на стадион? Просто мы в Саранске играли со сборной молодёжной. Понравилось из-за молодёжной то, что пришло много народу даже в Саранске тогда на сборную. В Волгограде с Ротером мне понравилось то, что там как бы всегда любят футбол, ходят его и поддерживают свою команду. И когда мы играли, там такой ор был. Но я первый раз это видел. Илья, ты у нас в аренде. И причём ситуация такая интересная, что из-за коронавируса твоя аренда может так аккуратненько совпасть со всем этим коронавирусом. Со всей этой пандемией, со всеми этими выходными днями. То есть буквально через два месяца она у тебя заканчивается. Что говорят твои агенты? Будет ли продление? Или пока время у нас ещё есть, в принципе торопиться не стоит и всё в процессе? Ну я думаю то, что как это закончится, какое-то будет доп соглашение, чтобы я сыграл эти 11 матчей, которые остались. Потому что как это? Я что, просто так просидел здесь в аренде? Нет, мне кажется, будет какой-то диалог вестись и с агентом, и с шинником, чтобы я здесь провёл сезон. Но я надеюсь то, что его не остановят и там новые не начнут. А хотелось бы доиграть этот, если честно. А правильно ли я понимаю, что в твоём контракте предусмотрено, что ты должен отыграть 11 матчей за той минимум? Нет, нет. И там не так? Нет, не так. Просто аренда и без игрового времени всё прописано, как тренер тебя видит, так и будет. Просто я про то говорю, что 11 матчей осталось, и я должен провести эти матчи. Потому что аренда. А как ты думаешь, тренеры шинника готовы сейчас тебя оставить у нас? Или всё-таки они присмотрелись? Может быть, ты получал какую-то информацию? Честно, не знаю. Увиделся на сборах на Кубке ФНЛ, когда всё летело и всё заходило, всё пёрло, можно сказать. А ты такой, на, получи, смотри, что я могу. Я ещё не так могу. Так, вот касательно, кстати, не зря я просто задал этот вопрос по поводу агентов. Большинство в командах ФНЛ, в том числе и в ТАМИ, в частности, не так много футболистов, у которых есть агент или агентские компании, которые их сопровождают. А насколько они вообще необходимы? Вот зачем тебе, например, агент? Ну, он вообще занимается всеми бытовыми делами, помимо футбола, за меня. Я ему просто говорю то, что мне хочется, типа, сменить обстановку, я хочу, типа, прогрессировать и расти дальше. Он говорит, я услышал, и, как бы, пока я тренируюсь, работаю, он занимается этим вопросом, ищет клубы и мне говорят варианты, какие есть. Потом мы вместе обсуждаем это, куда перейти. Помимо того, там, когда в Москве, ну, у меня очень хороший агент, я считаю, что я с ним работаю вообще без бумаг. У нас уже просто такая доверенность с 18 лет вместе. И, как бы, мне очень нравится с ним работать, и он пока выполняет свою работу добросовестно. Я говорю, можно ли у него суши попросить, если ты говоришь, что можно все просить, чтобы он тебе привез? Это наглость. Но теоретически можно, да? Можно, конечно, но такое я никогда не просил. Обычно, что, бутсы или встретить где-то в Москве провести на машине, потому что неудобно добираться. Так вот этими вопросами он занимается. Александр Шестак. Скажи, а ты часто слышишь? Что еще раз? Да вот этот. Саша Шестак. Я с ним в академии был, пишет. Что пишет? Я пропустил. Бомбардир. Он подкалывает. Александр Шестак, я смотрю, он нам, значит, весь наш интернет съел. Илья, я хотел спросить тебя еще вот о чем. Слышал ли ты про истории, допустим, грустные истории, взаимоотношения с агентами, как люди ссорятся, как люди расходятся и почему так происходит? И почему у тебя хорошие отношения установились с агентами? Как часто такие ситуации вообще возникают? Ну, вообще много таких ситуаций. Как бы я сам слышал, и мои друзья так, получается, с агентами ссорились, которые хорошо знают. Обычно это происходит, то что игрок думает, что он готов играть выше, а у агента, например, не получается найти, как сказать, клуб или… Я не знаю, как сказать. И получается то, что у них идет ругательство из-за того, что игрок думает, что он готов там играть, а агент не может ему предоставить эту возможность. Потому что клубы его не берут. Ну, да. А игроки иногда думают то, что хотят, чтобы агент договорился, чтобы туда залезть по блату или еще как-то. Скажи, а вот говорят, что именно агенты диктуют игрокам, где играть, а где не играть. В твоей ситуации выбор томи – это правильное решение или нет? Это однозначно, мне кажется, правильное решение. Потому что, ну, и голы пошли, можно сказать так. Агент не диктует, где играть. Например, ну, по крайней мере, мой агент. Я с ним хорошо поддерживаю связь, и мы вместе выбираем, куда и где лучше будет для меня. И, как бы, всегда агент на моей стороне и всегда только тот же самый Владивосток Луч. Он понимал то, что находится далеко, и он мне не ставится перед выбором. Я просто туда сам полетел. Итак, самый важный вопрос. Я решил оставить его под конец эфира для того, чтобы все дождались его. Нет, не последний. Этот вопрос уже несколько раз приходил. Сколько у тебя дома мячей? – Дома ни одного. – То есть, дома ты в футбол не играешь? Дома нельзя? – Зачем? Я живу рядом со стадионом. Я захожу на стадион и как бы мяч беру, и все. – Понятно. Итак, главный вопрос, пожалуй, который нас всех интересует. Хотел бы ты остаться в Томи на следующий сезон, и насколько это вероятно? По твоему мнению? Я понимаю, что сейчас, возможно, не от тебя все зависит. Агентство, руководство, команды. Договоренность, опять-таки, может быть, и Шинник будет настаивать вернуть тебя. Насколько ты настроен? – Я настроен на то, что мне очень здесь нравится. И я бы хотел остаться здесь не только в аренде, в смысле, на этот срок, а чтобы Шинник, может, еще вел переговоры, чтобы я еще перешел в аренду. Потому что мне здесь очень нравится, честное слово. И как я говорил домой, прилетал родителям, то что я бы хотел в том числе задержаться на подольше чуть-чуть. – Илья, я тебе предлагаю выбрать один из вопросов, который тебе более-менее понравился для того, чтобы наградить этого человека каким-то призом. Это будет приз от тебя, он будет эксклюзивный. Естественно, хотелось бы, чтобы он был с твоим автографом. Поэтому выбери тот вопрос, который тебе понравился. Ну, а автора этого вопроса мы просим потом написать нам в директ. Мы его наградим. – Я говорю, так просто только ты задавал, мне кажется, нет? – Ну, я тебе задавал вопросы из эфира. Там были вопросы. Напоминаю, про пресс спрашивали, про личную жизнь, про то, сколько у тебя мечей. – Ты проверяешь вопросы? – Да, да, да. Или этим потом надо было заняться? – Ну, в принципе, на самом деле, давай делаем таким образом. Ты потом выберешь тот вопрос, который тебе понравился, и просто расскажешь его мне. А мы в директе свяжемся с человеком и наградим. Илья, большое тебе спасибо. Спасибо за интервью. Ты очень интересный молодой человек. Надеюсь, что у девчонок, которые интересовались твоей личной жизнью, у них есть шанс. Ладно, интригу ты уничтожил. Ну, я надеюсь, что мы с тобой все-таки встретимся на стадионе, и, главное, не теряй той самой чуйки, про которую ты говорил, и которая к тебе вернулась в Томи, потому что очень много нападающих в Томске, именно в Томске стали звездными. Если вспоминать, это и Погребняк, и тот, которого ты уже перечислял, это Корнеленко, ну, и неповторимый наш Дюба. Дюба, Соболев. Соболев, да, опять-таки, точно, я как-то его подзабыл маленько, прошу прощения. Ну, и желаю тебе всего самого наилучшего. Береги себя, береги свое здоровье, и вас, уважаемые болельщики, я призываю беречь свое здоровье, независимо от того, есть карантин, нет карантина, есть болезнь, нет болезни. И, пожалуйста, ведите себя так, как говорят врачи, оставайтесь дома, по мере возможности занимайтесь лечением, когда это необходимо. Что ж, еще раз спасибо большое. Спасибо большое, и вы себя берегите, главное быть здоровыми. Да, договорились. До встречи в нашей гостеприимной студии, куда мы обязательно пригласим еще кого-нибудь из наших любимых футболистов. Ну, а вы, уважаемые болельщики, конечно, оставляйте свои заявки, кого вы хотите увидеть в следующий раз. До встречи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...